Приветствую вас. Вы знаете, ответ на ваш вопрос во многом зависит от того, с чего вы сами хотите и к чему вы сами склоняете. Понимаете, то, что вы описываете, является очень негативным паттерном поведения. По сути, любое невезение, это мистификация, это объяснение самому себе, объяснение самому себе факта неудач чем-то мистическим. Но личную ответственность за себя человек в таком случае нести отказывается. Понимаете, какая штука? Очень многое зависит от вашей направленности мыслей, от вашей направленности позиции. То есть, если вы сами, например, склоняетесь к тому, чтобы вот поверить в то, что у вас действительно там порча, проклятие и так далее, то никакие объяснения психологов вас не убедят в обратном, потому что вы не хотите убеждаться, а хотите просто доказать себе, что вот, ну, что вы действительно там правы, что научного объяснения и выхода из вашей ситуации не существует. Вот. А если вы действительно хотите решить свою проблему, то опять же, я не думаю, что эзотерики смогут взять и научить вас жить по-другому. Потому что это именно навык. Это именно навык определенного поведения. если вы не будете, ну, вести себя иначе, если вы не будете вести себя, там, по-другому. Вот. то, на мой взгляд, ээээ, ситуация, она, эээ, не изменится. Вот. На мой взгляд, ситуация, она, такой, такой и будет. Вот. То есть это очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Повторю еще раз, чтобы вам было предельно понятно. Если вы ориентированы исключительно на мистическую идею, то вам нужно обратиться именно к эзотерикам. вам не понравится, что эээ, психологи, например, да, эээ, через мер, через чур много ответственности возлагают на самого человека за то, что с ним происходит. Чересчур много ответственности возлагают на окружение, эээ, в котором человек находится. И на его, эээ, значит, семью, на его, эээ, родных, близких и так далее. И неизвестно, эээ, захотите ли вы работать ээээ, в этом направлении. Далее, эээ, что касается, собственно, вот этой вот ситуации, которую вы описали. Эээ, мне видится, так, эээ, вы очень, эээ, стараетесь сделать все правильно. То есть вы себя постоянно ограничиваете, вы себя постоянно, эээ, как-то вот пытаетесь, даже, ну, принудить к чему-то, вот, вы себя постоянно пытаетесь как-то контролировать, да, вот вы пишите об этом прямым текстом, что я стал себя контролировать, вот. Эээ, мне думается, что вы подавляете таким образом свои желания, свои импульсы, естественные, естественные импульсы. И в самый неподходящий момент они о себе заявляют, да, то есть, ну, вот. Лично я никто не думает, что, эээ, ну, ну, например, что, ваш приход к начальнику, да, ну, не совсем, скажем так, эээ, в потребном виде, это вообще говоря, что это критичное. Вот. Я не сказал бы. То есть мне не видится ээээ вот эта ситуация чем-то критичным. Но для вас она критична. И для начальника, очевидно, она оказалась тоже критичной. То есть у этого есть определенные, эээ, причины. То есть вы такие отношения выстраиваете с людьми, с людьми. Вы, эээ, так себя репрезентуете, что вам ошибки не прощают. То есть, ну, как правило, потому что вы сами относитесь к этим ошибкам, как, к чему-то, вот, прямо, эээ, критичным, критичному и так далее. Вот. То есть вообще фатальное невезение, это, как и сказал мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, это сценарное, сценарное поведение. И родом оно и с детства. То есть если вы, опять же, вот, проанализируете свою жизнь, то есть вы увидите, что фатальное невезение, оно началось у вас где-то примерно с детства. Вот. Или с подросткового возраста. И самое еще главное, то, что у вас есть выгода от этого. Что есть вторичная выгода от того, что там происходит. Вот. В противном случае вы бы не воспринимали это как невезение. Понимаете? В принципе, не везется всем людям. У всех людей бывает какие-то, ну, какие-то досадные моменты, досадные проблемы. И так далее. Просто человек не считает это невезением. Он считает это следствием своих действий. А вы нет. В этом, в этом все ираны. Так. Значит. Вот вы пишите, анализирую, я понимаю, количество невидач в моей жизни намного больше, чем у средних статистического человека. Откуда, как вы это выяснили? Анонимно. Это вопрос хороший. Многие бы на моем месте или свихнулись, или покончили бы с собой. Откуда? Опять же. Откуда такая информация и почему вы так считаете? Я думал, что все мои неприятности из-за того, что меня выработало соведение жертвы. Когда я это узнал, стал контролировать, исправлять себя, постепенно остался сильнее духом. Ага. Вот такая штука. Я не знаю, были ли вы жертвы или нет. Ну, вообще, да. Я склонен, склонен думать, что были. Вот. Но я совершенно точно могу вам сказать, что поведение жертвы не контролируется в этом смысле, не исправляется. А поведение жертвы в этом смысле раскрывается. За счет принятия личной ответственности за то, что принадлежит вам. Это ни в коем случае не исправление человека. Это скорее, как сказать. Это скорее, возвращение, возврат человека в его, ну, такой, я бы сказал, привычный образ жизни в его естественную среду. Вот. То есть, то, что вы говорите по поводу, может, ну, вот этой ситуации, да, по поводу этой ситуации, что вы себя стали исправлять. Вот. Мне кажется, мне кажется, что здесь вы, ну, лукавитесь. Мне кажется, здесь вы лукавитесь. не совсем, ну, скажем так, правильные вещи делаете, там, вот. Мне так, опять же, видится тут, как бы, исправлять, да, исправлять, исправлять, исправлять. Ситуации, ситуации, на самом деле, не надо. То есть, если вы вот, ну, ну, если вы действительно хотите представить бюджетство, да, то исправлять ситуацию не нужно. Её нужно, как бы, как бы, раскрывать скорее, а не, значит, исправлять сюда. Здесь, 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 опять же, элемент идёт, у вас элемент контроля. Вот. Я не думаю, что это конструктивная ситуация. Вот. То, что вы стали сильнее духом, опять же, может быть, да, может быть, нет. Тут, тут нужно исследовать. А, значит, как, с точки зрения официальной науки можно объяснить такое огромное количество неприятств в моей жизни? Да, очень, на самом деле, всем бараном можно объяснить. Бараном, во-первых. А, вот сколько, сколько школ психологии, столько и, в общем-то, объяснений есть. Например, с точки зрения когнитивной, когнитивной психологии, вы, у вас просто не совсем верны представления о том, что происходит. То есть, вы почему-то считаете, да, потому что, ну, того, что происходит, да, быть не должно, например. То есть, вы считаете, что, надо быть по-другому. То есть, вы, вы, у вас, как бы, отношение к этим вещам, да, оно у вас неверное. Сами вещи, они, там, там, какая-то их часть, грубо говоря, грубо говоря, совершается естественным образом. Вот. Какая-то часть этих вещей совершается, ну, естественно. Вот. Там, потому что, ну, это нормальное явление, 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 какая-то часть. А вот. А у вас отношение к этому, эм, очень-очень негативное такое. Вот. Понимаете? И, вот этот момент, он, э-э-э... в частности, важное т... как когнитивной... э-э-э психологии объясняется. То есть, вы можете изменить свое представление, изменить свои отношения, и одна ситуация будет уже совсем другой, одна ситуация будет уже совсем по-другому вам восприниматься. Вот. А можно сказать, что как таковых, как таковых фактов невезения у вас уже не будет, потому что вы не будете воспринимать это как, ну, именно как невезение, да? Вот. И вам, в общем и целом, будет, ну, гораздо легче. Вот. 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 С точки зрения, вот, именно, эм, эм, глядин и терапия, это так. Вот. Зажигну, и так далее. Я не буду сейчас все перечислять, да? эм, все, объединения всех школ, мне кажется, это займет время и, кроме того, эээ, создаст у вас, на мой взгляд, сложное представление о том, что с вами происходит на самом деле. вот. Поэтому с вашего позволения я не буду. Эм, продолжаю. на самом деле. Вот. Я скажу только то, что, если вы, эээ, хотите, например, работать над собой, в этом, например, смысле, в этом, например, направлении, вот, то вам нужно выбрать себе психолога, и, эээ, значит, начать индивидуальную работу, вот, вы подберете, эээ, ту, методику, которая подходит именно вам, например, транслядный анализ, да, которая объясняет ваше неведение с точки зрения, опять же, эээ, сценарного поведения, вот, либо гуманистическую психологию, эээ, гуманистический подход, гады, которые объясняют то, что с вами происходит, аээ, с точки зрения, ну, с точки зрения, допустим, эээ, потребностей, удовлетворения потребностей, вот, ваших потребностей, эээ, это очень важно решать. Вам решать, а, как бы, заходите в это или нет, в какую сторону вы заходите, в какую, в какую, и будете. Я по опыту знаю, что люди, которые, допустим, обращаются к эзотерикам, да, у них есть, ну, в общем-то, четкое понимание того, что из чего вытекает. При представительных людей нет смысла, да и зачем. Вот, если вы считаете, что, если вы склоняетесь, а, всё-таки, более, что именно, к науке, к научным, к научным объяснениям, к научному мышлению, то, хорошо, в этом вам нужна помощь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.